как узнать что перед вами лежит по-настоящему великая по-настоящему народная книжка если вы читаете и узнаете фразы и цитаты которыми общаются с вами ваши соотечественники знаете перед вами величайший по-настоящему народный роман к примеру а может тебе дать ключ от квартиры где деньги лежат или знойная женщина мечта поэта или а поедемте в номера все это скрыто величайшей книжки ильфа и петрова 12 стульев эта книга сюжет который все знают даже если не читали то несколько экранизаций наверняка видели прекрасный соблазнительный невероятная стабендер по всей видимости только что покинул покинув места не столь отдаленные начинает свой прекрасный путь в поисках 12 стульев от одном из которых разумеется спрятаны бриллианты так сказать осколок великой империи на пути ему встречаются разные приятные личности киса воробьянинов растриженный полк ну и в общем то разные персонажи которых мы с вами честно скажем на улице бы встречать не хотели плуты мошенники в том числе гробовщики разные интересного чем-то персонажи благодаря таланту ильфа и петрова они воспеты они с настоящие герои рыцари и нам тем более так приятно и интересно читать это произведение книжка написана языком которым больше не говорят потому что это музыку уже практически сто лет и он утрачен это язык московской подворотни и в том числе немножечко одесской подворотни там есть фразы и оборот которых общем-то у нас сейчас с вами нет мало того остатки старорежимного дореволюционного тоже в ней периодически всплывает например товарищи присяжные присяжные заседатели а вот этот замечательный и всеми нами любимый гигант мысли отец русской демократики сейчас же такого же не встретишь только если такую не у тебя мог друг с ума обращаешься или его представляешь конечно может быть такое есть и мне просто приятно книжка читать наслаждаясь вот тем языком которого уже больше нет это какой-то в том стульев золотого теленка одноэтажную америку в целом творчество ильфа и петрова для меня это всегда какой-то такое души на к это такой вот отдых от тяжелых мыслей тяжелых событий откроешь и почитаешь что сто лет назад происходило как так радостно становится на душе так весело там есть разумеется дух мэпа когда в самом самом начале молодой советской россии еще много было воздуха свободы вот это свободы книжка переполнена и в петров они же прекрасные сатирики замечательные журналисты которые великолепно подмечали разнообразные факты жизни вокруг себя и для нас с вами это в том числе возможность попробовать вкус того воздуха и того времени начала двадцатых по стране еще гуляют молодые дети лейтенанта шмидт и общем-то впереди еще много разного и интересного и Редактор субтитров А.Семкин